Много сравнивает общество сегодняшнее российское с Германией 30-х годов и послевоенной Германии. Вот этот вот процесс исцеления от фашизма тогда гитлеровского, а сейчас от такой имперскости, наверное, так мы это называем. Каким образом он может происходить? И кто, собственно, этим будет заниматься? Объясню, в чем дело, Люс, чтобы быть правильно понятой. Да, эта война кончится. Украину восстановят очень быстро всем миром, потому что, да, эти руины, они превратятся в улицы, в города, в здания, в промышленность. Все вернется очень быстро. А то, что осталось от России, вот эта вот ментальная катастрофа, которую невозможно не заметить, она случилась. Кто этим будет заниматься? Ксения, у меня взгляд на это, на эти явления вот какой. Дело в том, что время империи кончилось. Россия – последняя империя в мире. Поэтому в этом смысле Россия – страна архаическая. Какая бы ни была у нас прекрасная, какие ни были бы прекрасные технологии, какие бы ни были у нас прекрасные ученые, инженеры, но в принципе имперское сознание, оно очень тормозит любое движение к прогрессу. И в этом смысле Россия сделается все более и более архаической страной. Думаю, что будущее России – это распад. Распад импоследней империи. Я не думаю, что, так сказать, я не думаю, что это… Всем понравится этот взгляд на вещи. Но, тем не менее, это уже процесс, он уже начался, он уже пошел. Советский Союз уже, так сказать, с Горбачевских времен отделился, Прибалтика, отделился Средняя Азия, Украина сегодня категорически отделилась. Вот. И возможно, что этот процесс будет идти и дальше. Я не вижу в этом большой драмы. Дело в том, что сама идея, сама идея государства в 21 веке, она претерпевает очень большие изменения. Мы находимся на грани таких понятийных перемен, огромных, которым мы оказались пока что еще не готовы. Но они неизбежны. И все те вещи, которыми мы привыкли оперировать в этой зоне, они требуют пересмотра. Так же, как, скажем, мир, война, сотрудничество, экономика, политика. Вот все эти вещи, они неизбежно будут формулироваться совершенно иным образом, чем мы привыкли к этому в 20 веке. Мир перешел определенный рубеж. Рубеж цивилизационный. Я, как бывший биолог, считаю даже, что он и генетически как-то обусловлен сильно. Что человечество и генетически сильно меняется. У меня есть по этому поводу соображения, которыми я делился со своими друзьями, которые остались с генетиками. Вот, понимаете, человечество тоже находится на грани такого внутривидового размежевания. Это не значит, что мы превратимся в разные виды. Ничего страшного в этом нету. В разные виды. Но, тем не менее, какие-то разновидности, несомненно, будут формироваться совершенно как-то по-новому. И они, собственно говоря, уже и формируются. Так что два процесса одновременно. С одной стороны, человечество делается более единым. С другой стороны, при желании самоидентификации начинаются национальные очень мощные движения. Желание курдов быть курдами, осетинами, евреев евреями и так далее. И на самом деле в этом ничего нет преступного. Это просто одна из тенденций развития человечества. Не самая мне симпатичная. Потому что я, конечно, по идее своей, скорее, глобалист. Вот. И думаю, что... Ну, это не самый плодотворный путь такого размежевания. Но, тем не менее, посмотрим. Мы живем в эпоху таких стремительных перемен, что трудно сказать, каким будет мир, скажем, через 20 лет. 20 лет для истории очень короткий срок. Очень короткий срок. А история стала нестись голопом. Просто она идет с ускорением. Это ясно из любого учебника истории, насколько быстро все стало меняться. И насколько этот процесс ускоряется, мы узнаем на собственной шкуре. И очень скоро. Ну, вообще, я вас слушаю и подумала о том, что, конечно, невозможно совместить в одном мире, в одном пространстве людей, которые забивают камнями женщин за то, что они ходят без хиджаба, да, и, там, не знаю, цивилизованный мир. Как это в одном пространстве может существовать? Ну, собственно говоря, и в России так. Мы прекрасно знаем, какие нравы и какие законы царят в некоторых республиках российских, которые не имеют никакого отношения к закону, к конституции. Но ничего. Существуют. И так же и живут. Рецепт один. Культура, образование. Образование, культура. Других рецептов нет. Закон. Закон еще. Закон. Прошу. Закон, да. Закон всегда. Закон всегда. Вот. Но... Просто, опять же, вспоминаю времена, когда вы могли вести такой совершенно потрясающий просветительский проект толерантности. другой, другие, а других. Вот эти книжки, которые когда-то издавались. Это даже себе представить сегодня невозможно, чтобы такую книгу можно не то, что там издать, и что ее кто-нибудь посмеет прочитать. Сейчас тоже уже читать боятся. Не то, что писать. Я даже об этом не думал, Ксень. Неужели так далеко дело зашло, да? Да. Нет, я знаю, что мои книжки продаются там в пакетах каких-то. Это я... В непрозрачной бумаге. В непрозрачной бумаге. Написано рукой какого-нибудь там менеджера по продажам Людмила Улицкая. Вы знаете, на самом деле ничего лучше для рекламы придумать нельзя. Вот просто рекламная кампания. Сегодня еще одна тема, которая тоже очень популярна, я смотрю, часто к ней возвращаются. Это вот генетическое, извините за выражение, и имперскость российского народа, россиян, и вообще представители Российской Федерации. И многие в этом винят и в том числе и русскую классическую литературу, что она сама по себе пронизана имперскостью, колониализмом, и что вот собственно мы в этом всем воспитаны. И из нас это невозможно вытравить. Вот такое вот высокомерие, природное высокомерие по отношению к другим народам. Так ли это? Ну, вы знаете, я думаю, что любая имперская литература этим грешит. Этим грешит и английская литература, вне всякого сомнения. Кто у нас там еще имперцы? Ну, французы просто не так долго и в меньшей степени владели колониями, но тоже достаточно. Вот, 21 век, век грандиозного понятийного кризиса, грандиозного пересмотра. Если мы не начнем пересматривать привычные нам категории и не создавать новых определений и новых понятийных формул, то мы останемся в прошлом. И вот это вот меня очень огорчает, как раз именно в современной России, то, что тенденция, на самом деле, к архаике. И это очень печально, потому что куда ты хочешь попасть, туда ты и попадешь. В конце концов, идея прогресса, которая владела Россией с начала 20 века столь мощно. И 13-й год, год необычайного расцвета экономического, культурного России, и как все это рухнуло. Вот, поэтому будем надеяться, что все эти перемены и даже отток сегодняшнего креативного класса, так сказать, на Запад приведет, в конце концов, к тому, что сохранится какое-то количество, какой-то потенциал и в свой черед вернутся в Россию молодые люди, которые уехали и получившие образование, вернутся в Россию в тот момент, когда они будут ей нужны. Это очень красиво. Прям хочется на этом закончить, на этом прекрасном пассаже. Но нет, не закончим. Цитирую Улицкую. Моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией. Это вы написали как раз в той статье «Европа, прощай», по-моему, она называется, которую я вот прочитала перед нашим сыновейшим разговором. Я прочитала 10 лет тому назад. Да, да, да. Вот эта болезнь и эта бацилла, она сидит внутри, просто она такая спящая, время от времени просыпается, или это уже называется благоприобретенная болезнь? Знаете, я думаю, она сидит глубоко, и я думаю, что она сидит не только в русском народе. Любой большой народ с имперскими корнями, с имперским опытом, несомненно, имеет в себе это ощущение превосходства. И за это на самом деле обычно платится исторически большой ценой. Вспомним Вторую мировую войну и крах немецкой, большой немецкой идеи, арийской идеи. Ну и, собственно говоря, таких крахов в истории было достаточно много. Весь учебник истории состоит именно из перечня крахов великих идей, таких национальных идей. Ну, посмотрим, видимо, мы, может быть, оказываемся свидетели еще одного поворота исторического. А в этом смысле Германия и ее опыт может быть полезен для нас, как некая модель возрождения, да, исцеления, скажем так? Вы знаете, я сегодня как раз прочитал статью, в которой описана... Ну, она такая весьма отрицательная оценивает сегодняшнюю Германию. В то время как я, на самом деле, пока я 10 месяцев в Германии, пытаюсь вникнуть в эту жизнь, этой страны, я усматриваю очень много хорошего здесь. И отношения государства и неимущих, и высокие денежные пособия, которые даются безработным, большого количества социальных, социальной помощи, огромное количество общественных организаций, которые помогают людям справляться с их жизнью. В общем, на самом деле, Германия сегодняшняя, мне кажется, гораздо более социальным государством, чем любое другое, в которых мне приходилось бывать. Ну, может быть, это от того, что я недостаточно хорошо вникла в эту жизнь. Может быть, поживя какое-то время, я начну видеть и какие-то серьезные, отрицательные моменты. Но то, что я сегодня наблюдаю, мне кажется, что Германия в социальном отношении очень продвинутое государство. Ну, а тема... Если на улице... Если я на улице... Да, простите. Если на улице я вижу нищего человека, то это непременно человек, приехавший откуда-то из Европы. Восточный. Немцев среди нищих нет. Понятно. Тема Второй мировой войны и вот этой вот коллективной их вины за Вторую мировую войну, за Гитлера, она присутствует до сих пор внутри немецкого общества или это уже история? Абсолютно. По-моему, это совершенно растворилось. Сменилось несколько поколений. И поколения сегодняшних молодых немцев, они... Ну, вот у меня есть приятельницу, у которой дед воевал в Бермахте, которые абсолютно миролюбивые люди. Для них идея войны это идея преступная. И поэтому люди, которых я здесь вижу вокруг себя, вряд ли когда-нибудь пойдут на войну. вряд ли среди них найдутся добровольцы. Ну что, мы должны сдвигаться к финалу. Я хочу вернуться к литературе, к вашей. Я прочитала, что должна была выйти книжка, которая называется «Мое настоящее имя». Она вышла? Вышла. Вышла. В Москве? В Москве? В редакции Лены Шубиной. Так. Вышла, продается. Да. И что? Расскажите немножечко об этой... Да. Я ничего не знаю. Пока что это совсем свежее, свежее для меня известие. Еще я ничего не знаю. Поскольку сегодня действительно среди врагов народа немало писателей русских, как иноагентов, так и просто инакомыслящих, нет ли у вас ощущения, что совсем скоро должно появиться русскоязычное издательство за пределами России? Как им, Капресс? Да. Я знаю, что есть люди, которые этим озабочены. И я надеюсь, что это произойдет. Я знаю, что такая работа ведется по организации такого издательства. Ну да, потому что мы уже наблюдаем издания издательства массовой информации. И мы сейчас используем интернет. И он чрезвычайно меняет общую конфигурацию. Потому что сегодня, в принципе, нажал на кнопку «читай, кого хочешь». Контроль и читай, кого хочешь. И говори, и говори с кем хочешь, как мы сейчас с вами разговариваем. Да? Да, да, да. Действительно, опять же, в этом, наверное, одно из основных отличий от иммиграции прошлых лет, когда действительно человек уезжать, это немножко умирать, гласит французская пословица. У нас просто люди таким образом исчезали. И сегодня попытка стереть целые пласты культурные, исторические из памяти и из повестки нынешней, мне кажется, они абсолютно бесполезны. Это невозможно. Невозможно распылить сегодня человека, как бы его там не стирать его имя из афиш, не запаковывать его в бумагу, чтобы имя невозможно было вспомнить. Сегодня это не так. Ксения, нам предстоит это узнать, потому что мы на самом деле находимся не в конце процесса, а боюсь, что в его начале. Поэтому как будет развиваться эта мракобесия никто не... Это непредсказуемо на самом деле. Понимаете, что в голове у Мединского мы не знаем. Поэтому поживем... Более, что ничего нового. Ничего нового, скорее всего. Ну вот поживем и увидим. Понимаете, я человек сам из дата. Эпохи сам из дата. Поэтому я прекрасно знаю, чего стоит книжка, которую тебе дали на одну ночь прочитать, будь то Солженицын или какой-нибудь западный автор, Орвел. Вот. Я прекрасно цену этому знаю. Я за эту цену заплатила профессии, потому что меня с работы выгнали именно за самую из дат. И перед вами не генетик. Генетиком я так и не реализовалась, как генетик. Потому что я профессию потерял из-за любви к чтению. Вот. Что будет дальше? Будет ли много таких любителей чтения в нашей стране? Не знаю. Сегодня считается, что в мире вообще читают книжки семь процентов людей. Семь. А из этих семи процентов, наверное, семь читают те книжки, которые читаете вы, которые читаю я. Поэтому разговор идет между нами, любителями чтения и, в общем, исключительным меньшинством. Это меньшинство очень важное. Но тем не менее не надо забывать о том, что мы все-таки меньшинство. И эта заквасочка, конечно, она меняет и картину, и пейзаж культурный. Но все, как вам сказать, сто человек легко посадить. Тысячи человек еще легко посадить. А сто тысяч уже труднее. Понимаете, вот как они будут, сегодняшняя власть, обращаться с инакомыслящими, мы скоро увидим. Пока что нам показывают несколько примеров, уже были показаны. Посмотрим, как будет развиваться, как будут развиваться аппетиты их. Мы скоро это увидим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.